Дорогие мои друзья, вчера я начала рассказывать о Тулузе, вот начиная с этой карусели, вот с этого здания, корабль напоминающего, ну вернее это было вот это здание, но они похожи, это тоже корабль. Ребята, я очень тороплюсь на поезд, я вам обещаю, что мы приедем в Тулузу еще раз, или вы сами приезжайте. Репортаж следует, ну на сколько хватило батарейки. Вот так выглядят косметические принадлежности уважающей себя соседки моей по гостелу кореяночки. А вот так, типичный простецкий набор завзятого пилигрима. В бумажной салфетке зубная щетка. Замечательный завтрак. На первом этаже стиральная машинка, вижу. Завтрак стоит 1 евро. И это, как говорится, на вашу совесть. Вот, например, сейчас никого нет. И одна. Кофе, чай. Хлебушек. Все очень чистенько. Даже есть лобби-бар. Очень симпатично. Здесь даже есть вот посудку помыть можно. А вот можно еще и постирать со стиральной доской. Если вам хочется в путешествии подраить джинсы, то вам в этом не отказано. Вода здесь очень горячая. Душ хороший. Симпатичные часики. Вы знаете, рекомендую. Конечно, здесь молодежь в основном. Но вот посмотрите, велик можно поставить. Здесь как-то очень симпатично, я бы сказала. Вот пандус для чемодана. Можно катить чемодан. Или человек в инвалидной коляске может даже сюда поселиться. Потому что здесь цены очень приемлемые. И там вот лифт. Пожалуйста, лифт. Замечательно. Очень симпатичный здесь выход и вход. Вот такая тут ручка. Деревянная. Вот она. Видите, какая. Здесь такой портрет. Ну, в общем, очень симпатично. И это относится к тем местам, где останавливаются пилигримы на пути святого Якова. Видите? Вот так. Вернее, умиляющие. За каждым углом можно встретить чудо. Вот повернула. Посмотрите, какая красота. Фонтанчик. В силу того, что время года не совсем комфортное, фонтанчик не работает. Но домики, посмотрите, какая красота. Эти ставинки деревянные. Боже ты мой. Вот это пока самое сильное впечатление от того, что я должна вам сказать. Я подождала еще две минуты. Девушка не шевелится. Все уборщики во Франции зеленые, как кузнечики. Вот метут набережную. А девушка-то висит. И настоящая. Я тоже сначала в ужасе подумала, что какая-то девочка испытывает судьбу. На самом деле, эта кукла такая вот глупость, на мой взгляд. Что делать? Меня опустили сюда, и за мной закрыли ворота. И я попала сюда случайно. Абсолютно случайно. Мне по доброте душевной разрешили здесь снять. А так живут себе спокойненько в частном секторе. Тихо и красиво. Я мечтала снять какой-нибудь двор где-нибудь. И в Париже нельзя входить во дворы. Тем более, наверное, и в Тулузе. Но я вошла. Ребята, я с вами поделилась. Вот они, эти ставинки деревянные. Ну все, пора на выход. Пока полицию не вызвали. Вот под такими свонами люди живут. Входят и даже не смотрят наверх. А у них тут летают аисты. Ой, какая красота. Вот площадь Капитолий. И туда улица с красотой. И тут перекресток с красотой. Вот откуда мы вышли с вами. Вот он Капитолий. А куда пойду еще пока не знаю. Это тоже красиво. Вчерашняя, если помните, галерея. Ну можно, конечно, снимать и снимать без конца. Но надо что-то еще и рассказывать при этом. Везде отбойные молотки и дрели. Что-то строят, строят. А город все старинный. Остается все более старинным. Вокзал. Сутки в Тулузе. Красиво меня Тулуз провожает. Дождем, умытым городом. Город мне очень понравился. Я в него влюбилась. Радуга. Радуга. Причем, смотрите, вот она. Ее плохо, наверное, видно на телефоне. Смотрите, она от сих и до сих. Понимаете? От самого вот флага. Видите, вот от флага. И точно полукружим до конца. Это, к счастью, говорят. Спасибо всем. Пока-пока.